Представляете, вчера у нас был город со снегом, попасть в ваш цветущий город, где цветут каштаны, перей, в общем, замечательно. Да, мне тоже очень приятно всех видеть, друзья, спасибо, что вы пришли на нашу презентацию. И сегодня я хочу представить вам, ну, в общем-то, это гордость нашей школы, да, альманах школы Тьотиш. Напомню, что в первом выпуске альманаха, да, фиевская школа принимала непотребственное участие, да, и очень активное участие в исследовании. Вот, и сегодня у нас есть печатные версии, так что вот они также есть и на сайте, да, и вы можете посмотреть. Напомню, что в первом выпуске мы проводили исследование гороскопов астрологов, и студенты нашей киевской школы тоже были там подопытными здесь, да. Вот, и выявляли комбинации астрологов. Все, кого интересует астрология, кто приходит изучать ее, и все, для кого астрология становится, да, каким-то этапом или первым шагом, да, или продолжением пути духовного развития. И также в первом номере мы говорили о том, что такое вообще астрология, да, откуда она произошла, и рассматривали особенности, качество астрологов. Также хочется напомнить, потому что это действительно делает номер уникальным, что в нем, в первом номере у нас есть вот так вот, ага, вижу, видность, да, интервью при Гушахте, да, это уникальное интервью с хранителем мистических коллекций на пальмовых листьях, уникальное тем, что мы Джайкумаром, Винадаяло, наверное, вы тоже уже знаете его, да, вводим группу людей, которые хотят познакомиться с гороскопом, составленным при Гумуне для них 5 тысяч лет назад, уже много-много лет, начиная с 2009 года, и только сейчас нам вдруг пришла блестящая идея взять интервью. И это интервью очень интересно, потому что его говорит человек, который является носителем живого знания, да, вот, поэтому вот, скажем, это интервью, такое украшение. нашего первого с вами выпуска. А сейчас мы подготовили второй выпуск, который я и хочу вам представить. Надо сказать, что над этим выпуском мы работали достаточно долго, нелегко он нам дался, потому что темы, которые мы подняли, они настолько глубокие, интересные и обширные, что работа над вторым номером сняла у нас 8 месяцев. Вот такой был промежуток между первым и вторым номером. Хочу показать вам, представить тех, кто принимал участие в работе над номером. Это многие из них уже знакомы вам, да, киевлянам или дистанционным участникам нашей школы. Знакомы по мастерским эндубалы. Это Максим Крадков, да, который делал ректификацию гороскопа Высовского и участвовал в других мастерских эндубалы. Артем Симонов, Сигита Багданини, уже во втором номере подряд напечатаем замечательные совершенно статьи Бхакти Ашая Даньки Махараджа. Вот вы видите его здесь, да. Очень интересные статьи, потому что человек с уникальным интеллектом, философ по образованию и математик при этом еще, да. И в этом номере, во втором номере мы представляем его статью «Когда началась Кали-Юга». Я потом немножко о ней расскажу, так же, как и о других статьях этого номера. Ну и студенты, которые помогали мне в исследовании гороскопов-близнецов, а это сегодня наша с вами тема, тема нашей презентации, это Лидия Хайкевич из Израиля, и Лидия вот организовывала семинар в Израиле, который у нас был в январе 2017 года, и студенты моей немецкой школы, школы в Германии. Простите, Таня, я не нажимала на микрофон, у меня все включено. Так что, кажется, звук есть у всех? У вас звук есть, да. Будьте добры, Наташенька, подавите, Женя. А, звук есть. Хорошо. Вот я вижу Юлию Штокман, как раз выпускница школы из Германии, которая принимала активное участие в исследованиях. Женя пишет, что у кого-то нет звука, и что темно. О, может быть, мы включим все, тогда будет идти на экран. Ну что ж, ничего, я надеюсь, что главное, чтобы вам было то лично. Хорошо. Вот такая наша дружная команда, работала над этим номером. Хочу сказать, что по желанию все это происходит. Каждый из вас может стать членом редколлегии, предложив свой энтузиазм в исследованиях, да, или в написании статей. Ну, вот этот номер у нас был выполнен в таком составе. Познакомлюсь с темами номера. Содержание номера. Первая статья называется «Индийская европейская астрология». Эта статья посвящена спорным вопросам, которые можно с юмором назвать, что было раньше. Курица или яйцо, да? И эта статья рассматривает установленный взгляд науки западного мира, которая говорит о том, что Чьосиш была заимствована у греков. И произошло это заимствование со времен Александра Македонского. И в этой статье мы пытаемся разобраться, так ли это. Чуть позже я немножко подробнее расскажу о каждой статье и как-то ее проиллюстрирую. Вторая статья называется «Когда началась Кали-юга?» Ее написал Бхак Тяшая Данди Махарадж. И эта статья тоже, скажем, очень интересна, потому что она показывает истинность священных писаний, что священные писания, такие как Махабхарата, Шимат Бхагаватам, подтверждаются астрономически. Третья статья – это «Астрология средневековой Европы», написанная в Сибирице Погнамении. Эта статья посвящена исследованиям астрологии, которая сейчас у нас не считается наукой в западном мире. А так было не всегда. Например, в среднем века астрология считалась наукой. И ею занимались очень серьезные люди. И эта статья рассказывает о астрологах средних веков, западных астрологах. И также мы увидим в ней очень много интересного с вами. Ну и, наконец, исследовательская часть нашего альманаха – это исследование гороскопов-близнецов. Ну а теперь более подробно. Мы говорили о первой статье этого номера. Говорили о том, что полагают, что если вы откроете, например, Википедию, статью «Джиотиш», то вы увидите, что «Джиотиш» произошла в западной астрологии. Однако сама традиция говорит о том, что в основе «Джиотиш» же «Джиотиш» написанной «Махаришами» и самой традиции насчитывается более чем пять тысяч лет. И вот это противоречие, скажем так, научного подхода к велической астрологии и традиционного подхода. И мы попытались разобраться, откуда появилось такое противоречивое мнение. Например, в Индии не возникает такой вопрос. Когда Джай Кумар спрашивает у Бригушастры, вот здесь вот в этом первом номере в этом интервью, он спрашивает, что на Западе полагают, что «Джиотиш» произошла от западной астрологии. Я даже не стала, знаете, редактировать слова Бригушастры. Они такие, это, ну как сказать, разговорная речь, да, но я ее сохранила, потому что он сказал дословно следующее. Это бред, ерунда, неправда. Я даже не стала смягчать эти слова, потому что это говорит традиционный астролог. Это говорит астролог, который хранит знания, передает и который тем самым вот в таких словах выражает, скажем, свое мнение, да, об истоках астрологии, да. И, ну, однако на Западе немножко другая картина по поводу возникновения джиотиш. Считается, что Брихат Парашара Хора Шатра, это трактат, на котором строится, да, основана вся джиотиш, то вообще является компиляцией средневековых текстов. Это официально повествия по поводу Брихат Парашара Хора Шатры. Мы с вами изучаем ее, да. Мы же с вами ее изучаем как наставление самого великого мудреца Парашара Муни, да, который своему ученику Матрею передает знания, да. И Парашара Муни, как мы знаем, это, если хотите, исторический персонаж, да, это персонаж, который, кстати, вот здесь, в первом номере описывается история Парашара Муни, когда он жил, да, и так далее. Парашара Муни – это отец Ясадевы, который записал веды, да, и основоположник джиотиш – один из величайших мудрецов вселенной, да. И, согласно традиции, он жил более 5000 лет назад, в то время, когда сам Верховный был на земле, а точнее, когда два пара юга должна была цениться Кали-югой. Пока на земле был Кришна, Кали-юга не наступала, но с его уходом Кали-юга вступила в свои права. Так вот, ну, с точки зрения традиции Парашара Хорашатра насчитывает более 5000 лет, да, и точно так же, не только о происхожении джиотиш, у ученых расходятся мнения, точно так же мнения расходятся, и по поводу всех других писаний, особенно рекведы. Официальная наука признана, что рекведы – это самая древняя книга на земле. Это считает весь научный мир, который называется просвещенным миром, да. Западные ученые говорят о том времени, в котором мы с вами живем, как эпохи просвещения, да, так вот, просвещенный мир полагает, что самая древняя книга на земле – это рекведа. Однако просвещенный мир датирует ее полторы тысячи лет до нашей эры, таким образом, три с половиной тысячи лет, да. Но сама традиция говорит о том, что она была записана много раньше, да, даже не записана, а рассказана, поведана и составлена много раньше. И доказательством того, что эта книга была явлена раньше, является как раз именно астрологическим моментом, который описывается в этой книге. Индийский ученый конца XIX века и начала XX века, Пенжанин Силак пишет свое исследование рекведы, древности этих текстов и приводит в пример шлоку рекведы, где сказано «Месяц пхалу шла вперед колесница солнца, но конь сломал ногу, и она остановилась». На основании этой шлоки Силак блестяще доказывает, что здесь описана астрономическая ситуация на небе. И шла вперед колесница солнца, конь сломал ногу, она остановилась, имеется в виду солнцестояние, зимнее солнцестояние. Вы знаете, что есть Дакши-Наяна и Утара-Наяна, да, то есть зимний путь и летний путь солнца. И когда колесница солнца останавливается, это означает смену вот этого пути, да, и описывается в зимнее солнцестояние. Месяц пхалу сейчас соответствует июлю, летнему месяцу, да, июнь-юль. Но в то время, когда произошло димнее солнцестояние, месяц пхалу был, да, другое время. И на силах дел следующего вычисления. Наша ось, то есть смещение на один градус, да, происходит раз в сто лет. Смещение точек равновесия. И на основании этого он просто вычислил, когда было зимнее солнцестояние, описанное вот в этом стихе. И оказалось, что это шесть тысяч лет. Таким образом, он доказал, что шлока, которая была описана в риквезе, явлена в то время, когда зимнее солнцестояние было в месяц пхалу, то есть шесть тысяч лет назад. И вот эти, скажем, открытия индийских ученых, ну, не так широко известны у нас, да, на Западе. И мы говорили, что, почему же такое большое расхождение? На самом деле, вот это расхождение, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, происходит от того, что западная традиция и, скажем, физическая традиция, это абсолютно две разные традиции восприятия знания. Помните, Китлинг писал, «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут». Чем мы отличаемся? Мы отличаемся разным подходом к знанию. Если наша западная цивилизация опирается на опыт, является эмпирическим, да, знанием, если не находит подтверждения, да, если нет доказательств, то его опровергают. Если чувственный опыт не может подтвердить, да, какое-то утверждение, то это знание не считается научным. То ведическая традиция опирается на не эмпирическое знание, на знание чувств, а на знание, которое нисходящее, которое нисходит из высшего источника и является истиной, потому что ее сообщает сама истина. Это знание, которое нисходит. Поэтому знания западной цивилизации, ведах называются, даже не знания западной цивилизации, это не означает, что такого нет, скажем, на Востоке. Есть. Есть два вида знания. Знания, которые нисходят, это нисходящий, да, метод познания мира. И второй метод познания мира – восходящий. И вот этим методом, восходящим методом познания мира ведет наша западная цивилизация. Сережа, сделайте что-нибудь, пожалуйста, чтобы не скучало. Спасибо. И ведическая традиция объявляет эмпирический метод несовершенным, потому что он опирается на несовершенные чувства, несовершенный опыт. А веды всегда шли путем, скажем, нисходящего знания, и веды сами по себе являются богооткровенными писаниями. Или их еще называют шрути, то есть услышанное знание. И если западная наука верит в букву, да, например, эта книга была записана в таком-то году, и именно отсюда начинается история, да, то веды передавались из устной в поколение в поколение, и были дописаны уже, когда, мы не знаем. Но это не означает, что до этого их не было. Почему? Потому что веды – это шрути, услышанное знание. Сохранилась очень интересная история, которая повествует о том, как Аристотель, который был наслышан о знаниях индусов, попросил своего ученика Александра Македонского привести ему четыре веды. И Александр Македонский, который очень бережно относился к просьбе своего учителя, решил исполнить ее. И когда он был в Индии, с дозаеванием, он стал искать эти четыре веды. И в одной из деревень мы подсказали, где можно найти брахмана, который знает все четыре веды, который может дать ему эти четыре веды. Александр нашел этого брахмана, и мудрец, выслушав его, сказал, «Хорошо, приходи ко мне на следующий день, я дам тебе эти четыре веды». И когда Александр пришел к нему, то мудрец вывел ему четырех сыновей и представил ему их. Вот я джурведа, вот дамоведа, вот адхарвоведа, и вот рипведа. Можешь забрать их всех. И вот эта вот история повествует действительно о том, как мы, скажем, по-разному подходим к знаниям. Александр очень удивился, он сказал, «Я хочу книги получить». Где эти книги? Брахман в ответ тоже удивился, какие книги. Мои сыновья знают веды совершенствия. Один изучал всю жизнь самоведу, другой рипведу и так далее. И он расскажет тебе их. Вот эта вот история очень интересно повествует разность нашего восприятия знаний. Поэтому источники, на которые опирается западная наука в виде письменных, подтвержденных, документализированных знаний, они выглядят несовершенно. Потому что вы знаете, что книги переписываются, книги могут сгореть, книги могут исчезнуть. А веды – это знания, которые передаются из уст на. Например, Сурья Ситханта. Это астрономический трактат, на котором стоит. Сереж, я думаю, можно убрать вот этот деревянный, чтобы он не стучал, прямо на подоконник. Ага, пожалуйста. И этот трактат Сурья Ситханта, согласно традиции, был поведен самим Сурьи. Представляете, Бог в том, что рассказал в конце Сатья Юзи. Он рассказал Сурья Ситханту своему ученику. И этот трактат, здесь о Сурье Ситханте, в номере тоже есть. И Сурья Ситханта была изучена блестящим ученым, Ричардом Томпсоном, это американский ученый, наш с вами современник, который очень искренне принял саму традицию, будучи физиком, математиком, причем он занимался квантовой физикой. Он принял духовную традицию, знакомился с Сащелой Стракхупада и имел уже непредвзятое отношение к ведомству, не стараясь их, скажем, обвинить в нескомпетентности. И он описывает саму Сурья Ситханту. И среди прочих тем Ричард Томпсон, могу даже некоторые зачитать, вычисления средних и настоящих положений планет в небе, предсказания полных и частичных засмений Луны и Солнца, предсказания соединений планет со звездами и другими планетами. Это все описывает Сурья Ситханта. И дальше расчет вас Луны и так далее. Обсуждение космографии. Что такое космография? Это Ситханта, это то, что мы с вами изучаем вот это самхита, это то, что мы с вами изучаем как мунданную астрологию, как география, связанная с космосом, какие знаки Ситхана принадлежат какой нации, какой стране и так далее. И, наконец, самая интригующая тема обсуждение типов времени. Представляете, в Сурье Ситханте обсуждаются разные типы времени. То есть время не одинаковое. и в то время, в котором мы сейчас с вами живем, я думаю, что каждый из вас на основании своего опыта может сказать, что оно какое-то отличается от того времени, которое было там 20 лет назад, 30 лет назад. Оно течет по-другому, оно стало быстрее. Это отмечают все. И даже дети отмечают то, что время стало очень быстро куда-то бежать. Я помню, если в моем детстве мне казалось, время идет так медленно, что все можно успеть, то сейчас, например, мой сын говорит, время так быстро идет, я ничего не успеваю. Поэтому это не связано с возрастом, вот это восприятие времени. А это связано с его типом. И очень интересно, в Сурье Ситханте обсуждаются именно типы времени. Вот такая удивительная эта книга. И Сурья Ситханта, а мы пытались, то есть я хотела перевести Сурья Ситханту на санскрит, на английский язык. Я попросила своего друга, переводчика санскрита, Константина Заволокина, перевести эту книгу. Мы нашли вариант санскрита. Он взял большую паузу на то, чтобы подумать, и сказал мне потом, Дубава, я смогу взять этот перевод, только если вы мне сможете найти редактора, который разбирается в высшей математике. И кроме того, астролога, но если, скажем, эту роль могла бы играть я, то при этом это очень сложная книга, поэтому ее очень, скажем, трудно воспринимать. Она была записана в конце статьи юги. То есть не записана, простите, а поведана, рассказана. И передавалась вот так и русло. Или, например, сейчас мы готовим к изданию книгу, которая называется Агни Пурана. Это одна из 18 Пуран. Пурана на русский язык переведено очень немного. и Агни Пурана уникальная книга. Ее рассказал бог огня. Ее рассказал сам Агни. И он рассказывает, как проводить жертвоприношения. Уж кому-кому как не Агни знать. Он рассказывает, что такое астрология, он рассказывает, что такое эпохи и так далее. Книга очень интересная. Он рассказывает, что такое Васту Пуруша, какие мандалы, чтобы охранять дом и так далее. и так далее. То есть очень мистическая книга. Так вот, она тоже была рассказана богом огня. Агни. И это не означает, что Агни там сел и записал ее. Он ее кому-то рассказал. Тот другому и так далее. Это Шрути. Все веды это Шрути. Услышанное знание. Поэтому дотировать эти книги невозможно. Это услышанное знание. И это одна из причин, почему мы, скажем, неправильно оцениваем возраст тех или иных книг. Например, Брихат Порошара Хора Шахта была поведана еще во времена Кришны. Простите, я с Адемой еще не родился, чтобы записать все веды. Порошара Муни и его отец. Но тогда уже он поведал Джиоси, ученик Матрея. И книга, которая дошла до наших книг, она принадлежит переписчику средних веков. И ученые на основании этой книги, которая вовсе не была первой, они ее дотировали. Понятно, почему происходит такое приятие этой литературы. Также еще очень важный момент в таком ненаучном подходе к дотировке ведической литературы и вообще на всю ведическую литературу в том, что первое знакомство западной цивилизации с ведами началось во времена Александра Македонского, а затем продолжилось уже как ученые стали изучать веды 19 век. Это времена колониальной Индии. Колониальная Индия, что конечно перед учеными не стояла задача беспристрастно исследовать веды, а стояла задача показать, что западный мир несет просвещение варварам. Понимаете, да? Какая в общем-то была, скажем так, какой был запрос, какая была конъюнктура, да? И к тому же они не могли понять вот эти премудрости. Для них это выглядело какими-то, скажем, непонятными вообще какими-то мистическими, загадочными там песнопениями, чем-то еще. И, скажем, желание изучать глубоко и исследовать беспристрастно у ученых не было того времени. например, считается, что вот таким авторитетом в эндологии пользуется немецкий ученый Мюллер. Это ученый 19 века. Однако сам Мюллер, именно он перевел рекведу на английский язык. Но его тоже нельзя назвать то, что он мог осознать это богооткровенное знание. Именно Мюллер был родоначальником вот этой расовой теории арийского превосходства. Именно он разделил людей на 7 типов. Ставим низший тип аборигены и высший тип арийский. Это немецкий ученый. И это уже конец 19 века. Поэтому скажем вот его вот этот подход к ариям вообще как таковым он был совершенно не ведический подход. Потому что вы знаете деление общества на варне не предполагает превосходство одного над другим. Все важны. У каждого своя природа и каждый должен свою природу реализовывать. А здесь именно говорится о превосходстве одного над другим. И он провел еще и антропологические исследования. Он был еще антропологом Мюллер. И затем когда в конце 19 века его вот эти взгляды антропологические встретили сопротивление в научной среде, то чтобы сохранить свою репутацию ученого, он отказался от этих взглядов. Однако его взгляды в начале 20 века были подхвачены, как вы знаете, в немецкой среде и стали результатом того, что Гитлер говорил о аристском типе, истинной арист, помните, и о том, что другие, которые не принадлежат к этому типу, подлежат уничтожению и так далее. То есть, как вы видите, ничего общее с ведоми это не имеет концепции. И вот это непонимание и невежественное вот такое отношение к писанию, конечно, что, скажем, может узнать, мы можем всегда понять, лишь то, что мы можем понять, правильно? Например, у меня, когда мы изучали, мы с Максимом Кратковым писали эту статью, и мы изучили очень много материала. во всем сидел в библиотеках, изучал Платона в подлинниках, и так далее, потому что Платон высказывает взгляды очень созвучно и ведомо. И у Платона подход был именно вот такой, как к нисходящему потоку знания на самом деле. Так вот, когда мы изучали материал для этой статьи, мне очень позабавила воспоминания одного христианского миссионера, аннерийского миссионера, который прибыл в Индию, и пытался распространять христианство среди диких язычников. И этот миссионер отправился на Радхаятру. Все вы знаете этот праздник. Радхаятра это один из главнейших ферических праздников, когда божество джаганатта выводят на колесницах, это праздник колесниц. При этом все приходят посмотреть на эти божества, потому что эти божества только один раз в год выводят на обозрение. И очень это самый до сих пор один из это второй по величине фестиваль на земле. Первый фестиваль на земле по многочисленности это какой? Кумхамела, конечно, в Индии, куда миллионы приезжают паломников, и Радхаятра тоже привлекает миллионы людей. Так вот этот миссионер христианский отправился на Радхаятру. И он увидел толпы людей, он увидел огромное количество людей, которые видят божество джаганатха на колесницах, а оно очень высокое, два метра, и люди испытывают какой-то или религиозных сказок, или просто хотят выплатить свои чувства. Он увидел все это чуждое для него проявление религиозных чувств, и увидел божество, чью красоту и чью милость он никак не мог понять и оценить, в общем-то, даже и не хотел, и он описал это в своих воспоминаниях, как сейчас вспомню, как это он назвал, страсти по джаггернауту. И слово джаггернаут, наверное, известное вам, которое стало нарицательным, и которое как бы стало синонимом ужаса, на самом деле было придумано, что ли, введено вот этим миссионером, который пытался описать праздник поклонения джаггернауту, не понимая, что такое, почему царь идет перед колесницей и подметает, очищает, как это царь с метелкой в руке, как это так, царь поклоняется божеству, все остальные люди тоже, для него это было, конечно, что-то дикое, и, по-моему, он назвал даже ужас джаггернаут, что-то такое, и ужасное, да, поэтому, конечно, вот этот взгляд со стороны, да, без понимания сути, традиции, и именно это разделяет наши цивилизации, когда мы пристрастны, когда мы думаем, что наш, наше знание более совершенное, что мы более совершенны, когда мы думаем, что наша наука несет просвещение миру, да, когда мы стоим на такой позиции, конечно, мы выглядим очень невежественно, на самом деле, да, потому что истинная, в принципе, толерантность, да, истинное понимание, многообразие творения Бога в том, чтобы принимать это, да, а не отрицать, и мне всегда приходит на ум, помните, замечательная история с Эйнштейном, да, который в одно мгновение разрушил представление эмпириков, да, когда его профессор говорил о том, что Бога давно пора сдать на валку, потому что я его не вижу, я ученый, я его не вижу, не могу его исследовать, значит, его нет. И тогда Эйнштейн сказал, встав, он обратился к аудитории и спросил, друзья, кто-нибудь видел мозги профессора? И профессор смутился и сказал, ну, если вы не видите моих мозгов, это не значит, что их у меня нет. А что уж говорить о Боге? Кто мы такие, чтобы видеть его, да? Вот, если у нас открываются глаза любви, тогда мы можем увидеть его, да? Поэтому вот такое, скажем, высокомерное, да, отношение западной цивилизации к мудрости Вет, к мудрости Востока мешает нам понять ее, да? Поэтому мы должны знать, что существует эмпирический подход к знанию, а также подход к знанию как к богооткровенным писаниям. Хорошо. Вторая статья, статья о начале Кали-юги очень интересная, не хочу вас лишать, скажем, возможности вот этого исследования, да, чтением этой статьи, но хочу лишь сообщить, что Махабхарата и Шимат Бхагаватам описывают, что Кали-юга началась с уходом Шри Кришни из этого мира, из материального мира и приводится даже, то есть описывается, какое было положение планет. И Сурья Ситханта говорит о том, что начало Кали-юги начинается с того, что все планеты выстраиваются в одну линию и не просто в одну линию, а в одну линию со звездой ревики и этот это рыб. И ученые рассчитав, что это такое эмпирически, обнаружили, что такая дата действительно была и это 18 февраля. Тут я не указала год, сейчас я скажу 3100 год до нашей эры, то есть 5 лишних тысяч лет назад. Рассчитав чисто по компьютеру вот это предполагаемое положение планет, которые описывают ведомства, они приходят к такой дате и эта дата соответствует описаниям традиции. И кроме того, вот это редчайшее положение планет, когда они все выстраиваются в одну линию за 6 тысяч лет, повторилось лишь кроме этого еще раз дважды. просто так придумать это невозможно и просто так написать. Махабхараты сообщают об этом, Шримад Бхагаватам сообщают об этом. Они описывают просто наблюдение за звездным небом, которое было в момент, когда Кришна ушел. А ученые, астрономы, рассчитав это, подтверждают историчность этого события. таким образом они подтверждают историчность существования Кришны в этом мире. Следующая наша статья этого номера это статья о западной и европейской ой, простите, и лидической астрологии. И вот посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Ничего он вам не напоминает. Перед вами гороскоп Александра Великого в книге Хиромантии 15 века. Это вот верхний рисунок. Вот это гороскоп Александра Великого. Выполненный в подвижном заде. Однако нарисовка этой карты вы видите, как нам с вами знакома. И внизу гороскоп короля Британии Генри IV. И вы видите тот же самый алмазный стиль изображение гороскопа, который принят в Джотиш. Несмотря на использование разных зодиаков, Джотиш, вы знаете, используют неподвижный зодиак, адаптно используют подвижный зодиак, то есть нефидерический. Тем не менее, вы видите начертание карт очень похоже, если не сказать одинаковое. да? Конечно. Александр сам увлекался астрологией и гороскоп его известен, так сказать, из первых рук. Есть его гороскоп, видите, в книге «Черомансия XV века» появляется его карта. Поэтому гороскоп его известен. Это не какая-то ректификация, а это факт. Ну и также в нашей статье, в нашем журнале вы найдете прекрасную статью, статью обзорную, которая будет иметь продолжение в следующем номере. Статья, посвященная обсерваториям, древним обсерваториям. Написал ее Артем Симонов. И эта статья, знаете, когда западные ученые, да, хотят или островаться. У меня есть друзья западные астрологи, да, и вот когда они хотят доказать, что Джодиш была полностью заимствована, полностью заимствована, как они утверждают. И когда они хотят это доказать, они приводят в пример, у вас в Индии, говорят, у вас, да, у меня говорят, у вас в Индии нет древних обсерваторий. А вот у нас есть Томхенш, например, да, у нас там еще есть какие-то развалины, да, которые, возможно, были обсерваториями, а у вас нет ничего, да, но действительно обсерватории как таковые, да, в Индии вот перед вами вот эта картина, это обсерватория Джантар-Монтар, их пять обсерваторий в Индии, построены царем Сингом, и в 17 веке. Вот можно сказать, что в том виде обсерватории, да, вот как в современном понимании, они только стали 17 века, да, но очень резонный вопрос, а зачем обсерватория, если есть Сурья Ситханта, где написано, как рассчитывать положение планет в любой год, в любой эпохе, да, Ситханта это астрономия, и астрономия всегда была частью астрологии Джотиш, да, всегда была частью Джотиш, однако в Индии есть, простите, и вот такие вот, скажем, уделенные едиными, да, как вот показать, ага, древние каменюки, которые тоже возможны обсерватория, да, но индийская цивилизация, то есть визическая цивилизация, это не цивилизация наблюдений, да, это цивилизация вверх, богоскровенные специальности, но тем не менее, вот такие древние, подобные сонхенджо, сооружения в Индии тоже есть, ну и наконец, поговорим с вами о гороскопах близнецов, об этом астрологическом исследовании, которым посвящен наш второй номер, хочу сказать, хочу сказать, хочу сказать, что тема близнецов необыкновенно интересна и является излюбленным аргументом критиков астрологии, когда хотят покритиковать астрологию, когда говорят, а как же вот ваша астрология, вот близнецы рождаются у одних родителей в один день, да, в один час, да, но у них разные супы, да, для джиотиш, вот знаете, как в том, да, анекдоте, вот так вот, да, пули летят, джиотиш, такие аргументы не страшны, почему? Потому что мы с вами знаем, что нет одинаковых личностей, что я прежде всего это душа, да, или джива атма, джива душа атма индивидуальная, и все мы индивидуальные личности никогда не повторяются, индивидуальности не повторяются, совсем недавно я слышала такую передачу по телевизору, говорили о том, что у каждого есть двойник, биологический двойник, да, вот внешний, да, что вот там один человек, тут даже показывали нашего там российского Ди Каприо, который похож на Ди Каприо, в фотографии сравнивали и так далее, да, но это биологический, да, то есть, ну, набор, скажем, материи, да, он может повторяться, да, но и набор личности, почему, потому что атма, она индивидуальная, она не повторяется никогда, да, можно встретить, да, скажем, очень похожего на себя человека, да, можно встретить, и можно встретить, можно родиться с человеком, который как две капли воды похож на себя, да, но при этом личности будут абсолютно разные, почему? Потому что души разные, да, а соответственно, и раз разные личности, а вы знаете, что личность – это высший аспект нашего существования, да, через личность отражается наша духовная индивидуальность, жива атма отражается, и личности не повторяются, абсолютная истина уникальна, не повторяя, и величие Творца в том, что нет одинаковых творений, и в одной и той же ситуации эти люди могут действовать по-разному, да, у близнецов, несмотря на явное внешнее сходство, могут быть абсолютно разные судьбы, да, может быть даже разная внешность, например, вот в этом номере приводится очень интересный пример, тут он даже с фотографиями, этот пример я не включила в нашу презентацию, но вы познакомитесь с ним, вот так сейчас, вот так видно, да, вот вы видите уже, да, сейчас фотографии двух близнецов, которые внешне даже различны, да, бывает и такой, но, как правило, близнецы всегда похожи, однако, жизнь у них разная. Итак, кроме того, что мы с вами индивидуальность, которая неповторимая, кроме этого еще, Чутиш может показать различия судьб, близнецов, потому что она, потому что у нее для этого есть инструменты, и эти инструменты, как вы знаете, это варги, совершенно верно. В западной астрологии сейчас только один гороскоп, гороскоп рождения, да, и гороскоп рождения у близнецов может, а в центре, он может быть очень близко, карта будет одинаковая, почему разные судьбы. Однако, и в западной астрологии не всегда так было. В западной астрологии использовались, это уже забытые древние техники, которые еще в средние века использовались. И если предположить, что и западная, и индийская астрология имеют один корень, да, физической астрологии, то понятно, что такие техники были известны на западе. Это техники, которые сейчас известны астрологам классической западной школы астрологии. Это так называемые гармоники или фьордалов их называют, да, то есть тоже дополнительные гороскопы, которые выстраиваются, да, они похожи на наши варги, и техники их построения тоже похожи. Так вот, вы знаете, что варги это дополнительные гороскопы, которые показывают ту или иную сферу жизни, сферы кармы человека. Вот именно они, в зависимости от времени рождения, от минут рождения, они будут у близнецов часто различаться. Итак, давайте посмотрим на примере карты близнецов. Перед вами гороскоп Патрисии и Жизель Бюнхе. Кто знает Жизель Бюнхе? Знаете? Это супер-модель. Это точно. Очень жаль, он обещал прийти. Я для него и подготовила на презентацию модели. Так вот, Жизель Бюнхе, это известная супер-модель. У нее есть сестра-близнец, сестра-близнец, которая родилась всего на пять минут раньше, чем сама Жизель. И что интересно, они вместе начинали свой модельный бизнес. Однако, Жизель была успешна в модельном бизнесе, а Патрисия нет. Хотя вместе они выбрали этот бизнес, пошли в нем и стали как бы работать в модельном бизнесе модельным. И сейчас Патрисия является менеджером сестры. Патрисия, не получившись, скажем, как модель, а при этом Жизель уже делала большие успехи, Патрисия решила стать менеджером сестры и сама Жизель говорит, что своему успеху как супер-супер модель она обязана именно организаторским способностям своей сестры. Получился вот такой замечательный тенденц. Давайте посмотрим их карты. Итак, две сестры родились 20 июня 1980 года, в 1655 родилась Патрисия, она старшая, и в 17.00 родилась Жизель Бюнки. Время рождения по сертификату. Родились они в Бразилии. Итак, вот это Раша, вот здесь внизу, это их Раша. Если Раша одинаковая, вот она у нас помещена в код, скажем, их изображения. Ничего не видно, плохо видно, да? Могу зариктовать карту, Ирочка, чтобы вы ее нарисовали. Итак, восходит стрелец, Кету во втором доме. Галина, вам видно, потому что у вас презентация, а у наших киевлян презентация выведена на экран и плохо видно. Поэтому я это диктую. Итак, Кету во втором доме, Венера в Тельце в шестом доме, Ретроградный Меркурий в седьмом, Раху в Севенен с Солнцем в восьмом доме, знаки Раха, Юпитер и Сатурн в девятом доме, Марс в десятом доме в девять и Луна в весах. Вот это Раша. Сейчас скажу, насколько отличается, там, по-моему, даже, действительно, у нас ощущение не очень хорошее, один градус, два градуса или полтора градуса, у них всего отличается градус лакоми, потому что пять минут всего, разница между их рождениями, поэтому у них основной гороскоп одинаковый. Как мы рассматриваем близнецов? Как вы думаете, как мы будем рассматривать, вот по какому дому? Вы знаете, что дом братьев, какой у нас дом отвечает? Третий. Да? И? Одиннадцатый. Молодцы! Третий и одиннадцатый. Петерка. При этом, где найти разницу в этих домах? Какая разница между третьим и одиннадцатым? Совершенно верно. Одиннадцатый дом это дом старших братьев, да? А третий дом это дом младших братьев. Поэтому в гороскопах близнецов мы так и будем рассматривать их. В этой паре у нас старшая Патрифия, да? Где мы видим Патрифию? Как мы будем смотреть ее? По одиннадцатому дому. Что мы видим в одиннадцатом доме? Мы видим Луну, хозяйку восьмого дома, да? А хозяин одиннадцатого дома Венера располагается в шестом доме, да? Проанализируем теперь дом младшей сестры, то есть Жизе. Третий дом, дом Жизе, младшей сестры, аспектирован собственным хозяином Сатурном, видите? Что усиливает дом, да? И к тому же аспектирован еще Лакнейши Юпитером, да? Что также усиливает третий дом. Вопрос, какой дом здесь более сильный? Конечно, третий дом, дом младшей сестры, да? И поэтому то, что обещает гороскоп, а он обещает нам и славу, и успех, и известность, да? Этот гороскоп обещает, в нем есть раджа-йоги в первом доме, да? И очень сильный десятый дом и так далее, мировую известность он обещает. все эти обещания будут более применимы к кому? Младшей сестре, да? И здесь мы это видим по силе именно третьего дома. Обратите внимание на дрекан. Вот это, да, дрекан. У них они одинаковые. Время рождения всего 5 минут. Разница, да? Дрекана у них одинаковая. У близнецов, а дрекана вы знаете, это варга братьев-сестер, да? У близнецов всегда вот сколько, вот в этом журнале 15 пар близнецов. Достаточно много, да? Этот материал мы собирали ну, очень долго, да? У близнецов всегда вот можно судить по их дрекану и увидеть близнеца можно в дрекану. Давайте проанализируем эту дрекану. здесь вы видите? Ничего не видите. Хорошо. Давайте я восходит лев в дрекане. Ирочка, я попрошу, чтобы вам все выслали эту презентацию, запись, а сейчас я просто постараюсь как-то вот показать. Или может быть вы опять все равно не будет видно, да? Может быть мы позовем Женю, чтобы он сделал нам побольше экран, почетче, да? Давайте Наташенька, Женю нашу пригласим, нашего технического директора. Хорошо. Итак, давайте посмотрим на то, что здесь вы видите, опять-таки, плагна дреканы, которая у них одинаковая, да? отфиксирована ретроградным Меркурием, хозяином 11-го дома. Мы с вами знаем, что ретроградные планеты всегда указывают на некую, скажем так, кармическую связь. И хотя мы понимаем, что все связи у нас близкие кармические, да? То ретроградная планета показывает более тесную связь между близнецами всегда существует очень тесная связь. Настолько тесная, что они рождаются в одной тробе. Представляете, какая это сильная связь. Эта связь иногда бывает на таком мистическом уровне даже. Близнецы чувствуют, что происходит с другим близнецом, да? Близнецы, скажем, понимают друг друга, переживают события другого, как собственные и так далее. Жень, а можно сделать побольше экрана, да? увеличить. Хорошо. Друзья мои, давайте тогда мы спрячем чат, а потом ваши вопросы после презентации я постараюсь все прочесть. Хорошо? Вот так мы делаем это? Потому что наш... отлично. Вот так стало лучше? Может быть, сам? Таких инструментов нет. Нет таких инструментов. Тогда давайте вернемся. Вот так видно лучше? Хорошо. Может быть, еще свет погасит? нет, не надо? Не поможет. Хорошо. Ну, вот так стало лучше. Поярче или что? А, никак. Сейчас попробую. Нет, никак. Нет, не поднимаюсь. Поднялась? Нет, не поднимаюсь. Ну, вот так. Хорошо. Итак, карты стали чуть побольше, да, я надеюсь. Теперь вам видно. Итак, посмотрите, что здесь хозяин одиннадцатого дома в Дриккане в Ретрограде, да, а хозяин третьего дома с Братрикаракой, да, и вот эти моменты, они в гороскопах близнецов встречаются, да, Ретроградный хозяин либо третьего, либо одиннадцатого дома, связь хозяина третьего, либо одиннадцатого дома с Братрикаракой. О, замечательно. Ну, Женя, спасибо. Волшебник. Вот теперь карта видна очень хорошо. И обратите внимание, конечно же, во всех Дрикканах близнецов будет ярко выражено влияние какой планеты? Раху. Раху. Здесь Раху асфиксирует Лагнешу. А почему Раху? Раху? Чего? А почему Раху? Потому что Раху показывает непохожий, да, близнецы, они не такие, как все, правда? Ну, вот все мы, да, вот, как бы, по одному, да, а их двое, они не такие, как все. Поэтому обязательно влияние Раху в Дриккане будет ярко выражено. И мы с вами увидим это на примере тех карт, которые рассмотрим сейчас. Здесь вы в этой Дриккане видите, что Раху асфиксирует Лагнешу солнце. И хозяин третьего дома связан с братой Каракой под аспектом Лагнеши находится. И хозяин одиннадцатого дома, второго дома братья, это Меркурий ретроградный, который тоже асфиксирует Лагнус. Посмотрите, Лагнеши у нас связан хозяин третьего и одиннадцатого дома. И поэтому у нас есть и старшая, и младшая сестра, да, а Лагнеша еще под влиянием Раху. Как мы знаем, их профессиональная деятельность отличается, да, они разделились с разницей пять минут, однако одна супермодель, а другая ее менеджер. Давайте посмотрим на их дошамши. Внизу дошамши. Первая карта у нас всегда будет идти карта старшей сестры, то есть или брата. В данном случае вот это карта по три дошамши. Дэ десять по три скин. Вот эта карта уже самой же дэ. Итак, давайте посмотрим дошамшу. Дашамша это варга, которая говорит нам о карьере, или о профессиональной склонности к человеку, чем он будет заниматься, насколько он будет успешен и так далее. восьмом доме. Абсолютно верно. Вы уже сами видите, что у старшей сестры Патристии вы видите, что Дашамша что Меркурий хозяин Лагны дошамши. У нее ретроградный. Соединен с хозяином десятого дома Юпитером в восьмом доме. Вы видите, да? И при этом на десятый дом, на дом ее деятельности влияет Марс и Венера. Планеты связаны с чем? С менеджментом. Правильно? Она менеджер своей сестры организатор ее поездок, ее съемок и так далее. Обратите внимание, очень интересно, что хозяин третьего дома здесь экзоцирован в 11. Видите? Вот. И это тоже момент, который нам здесь в этой карте интересен. Давайте посмотрим теперь Дашамшу самой Жизель Дюксен. Топ-модели, сверхуспешной модели. Жизель Дюксен еще известна тем, что она была девушкой анарктика очень долго. И он даже собирался жениться на ней. Так вот, посмотрите, у нее Дашамша обещает ей очень прекрасную карьеру. Посмотрите, солнце экзальтировано в 10-м доме в Дигбале. Экзальтированное солнце. Жизель одна из самых богатых женщин планеты. Солнце хозяин второго дома, дома денег от профессии. Оно у нее экзальтировано в 10-м. Вы видите, да? И здесь также вы видите очень сильную лакну, в отличие, скажем, от предыдущей Дашамши. Лакна аспектирована собственным хозяином, Юпитером, Меркурием, да? Здесь формируются Раджа-йоги, в лакне, да? Которые обещают высокое положение и успех в карьере, да? И конечно это Дашамша обещает славу, успех в карьере и много денег. Да? Обратите внимание, очень интересный момент, что хозяин 11-го дома, дома доходов, находятся у нее в 3-м доме, да? В доме действия, да? И сотрудничества, и поездок, да? Соединен с Марсом, хозяином 10-го дома. Она работает вместе с сестру, сестра ее менеджер, да? Вот такая интересная карта, которая нам показывает вот эти, скажем, отличия в их судьбе, дом 11-й, да? в ней выставший с там с там с там с да? Да, да. Отличается и 3-й, и 11-й дом, как вы видите в этих картах везде, да? И, как мы с вами сказали, сама Раша уже показывает, да, что у нее будут разные судьбы, потому что ну, не может быть одинаковых судеб у близнецов, это разные личности, и в джузиш они идут по разным домам, один по третьему, другой по венцову, да? Кто-то из них все равно будет старшим, а кто-то будет младшим, правда? Есть вопросы по этой карте? Переходим к следующему. Следующая карта, это всем вам известная, Скарлет Йоханссон, у которой есть брат, близнец Хантер Йоханссон. Родились они с разницей в три минуты всего. Родились они 22 ноября 1984 года. Скарлет является старшей сестрой, она родилась в 7 утра, а ее брат Хантер родился в 7.03. Родились они в Нью-Йорке. Как любят шутить сама Скарлет, эти три минуты решили все. и действительно у брата и сестры абсолютно разные судьбы. Все вы знаете, что Скарлет Йоханссон это сейчас одна из не только высокооплачиваемых, а очень востребованных, популярных актрис Холливуда. Она в 10 месяц сейчас в полете на самом деле их там да, посмотрите, 1984 года она, да, и уже вот такая успешная актриса. Да, сначала в двух словах расскажу, скажем, о ее брате. Ее брат вообще журналисты окрестили его загадочной личностью, потому что ничего им не удается про него улыбки. Молчит как партизан. Но известно только то, что он занимается политикой. Что самое интересное, если Скарлет начало сниматься с 8 лет, то в 12 лет она снялась вместе со своим братом-близнецом. В фильме «Воришки» они играли вместе. Но Хантер не захотел становиться актером и ушел в политику. и он активно участвовал в выборном штабе президента Обама и вхож в очень высокие политические круги. А Скарлет, вы знаете, актриса, которая снимается с 8 лет. Давайте посмотрим их ну и к тому же Скарлет замужем, у нее есть дети, Хантер не жена, девочки. Что? Ну не важно, Хантер все равно еще не жена. Это более интересно. У него нет детей, семьи, он полностью погружен в политику, да, и там в общем говорят очень успешно. Давайте посмотрим, кто знает, посмотрите на их раши. Раша у них очень перспективная. Посмотрите, в первом доме Чатурграха-йога. Они Скорпионы по Лагме. Разница 3 минуты, поэтому градус практически совпадает. Итак, Лагме-Скорпион, в первом доме мы видим Кету, Луну, Солнце и Меркурий. Вот этот Кету, да, загадочный, который сделал Хантера загадочной личностью, да. Луна, Солнце, Меркурий. Очень сильная карта, необыкновенно сильная карта. Здесь Раджа-йоги, вы видите, Солнце, хозяин 10-го, 1-го, да. Что тут еще? Хозяин 9-го, 1-го, Луна, хозяин 9-го, 1-го. Очень сильная карта, да. К тому же, вы видите Юпитер в собственном знаке, знаки Стрельца, вы видите экзальтированный Сатурн, очень сильная карта, да. И экзальтированный Марс, а это ни много, ни мало Алакнеша. Да. Очень сильная карта. Давайте посмотрим теперь на эту карту с точки зрения, скажем, различий близнецов. Итак, старшая здесь кто? Карлик, да. Смотрим мы ее по 11-му дому, да. Хозяин 11-го дома Меркурий находится в Лагне, да. по градусам вам не видно градусы? А, вот не видно. Находится в первом доме Меркурий, вовлечен в Раджа-йоги, да, соединен с хозяином 9-го и 10-го, да. Самое могущественное из всех Раджа-йог, это соединение хозяина 9-го и 10-го, и здесь она в первом доме, представляете, и в эту Раджу-йогу вовлечен хозяин 11-го дома. Обещает это успех старшей сестре? Еще какой? Давайте посмотрим на цепи на 3-й дом. В нем находится экзальтированный Марс, а его хозяин находится где? В 12-м. Какой он? Экзальтированный. В 12-м. Ларисочка, да. То есть, смотрите, хозяин, младший брат тоже не промах, однако он загадочная личность, как говорят о нем журналисты, да, хозяин 3-го в 12-м, да, 12-й дом это дом тайны, дом сокрытия и так далее, да, если хозяин 11-го в первом и еханфонс то о ханты мы практически ничего не знаем, да, были мы здесь, ну и они там тоже, но, однако, здесь мы видим тоже очень сильное положение, да, то есть, действительно, этот человек, возможно, еще будет, скажем, как-то, ну, в политике он может сделать карьеру, мы сейчас проанализируем у них и их варду. итак, секундочку, я смотрю, так как у них время рождения отличается всего на 3 минуты, то дрекана у них одинаковая, обратите, пожалуйста, внимание на дрекану, дрекана, вот она перед вами, да, во-первых, мы видим варгостому дрекану, да, что уже, то есть, само по себе очень примечательно, посмотрите, солнце и луна находятся влагне дреканы, а Марс, брат рекара, подсоединен с раку, и Марс также является лагнной шеей, да, то есть, опять мы видим связь лагнной шеей, лагнной с раку, да, при этом, солнце и луна тоже варгостома, и это хозяева десятого и девятого домов, и опять-таки, раджа йога, да, давайте проанализируем здесь, скажем, и третий, и одиннадцатый дом, начнем со старшей сестры, кармы, хозяин одиннадцатого дома находится в девятом доме, доме удачи, что, в общем-то, говорит само за себя, да, хозяин третьего дома, младшего брата, да, находится в восьмом доме, да, поэтому, скажем, имея артистические какие-то способности, о которых говорит сама Раши, да, Хантер хоть и снялся в первом фильме, но ему это не понравилось, и он решил, уйти в политику, а вот теперь давайте, у них, Дашамши у них тоже одинаковые, у них одинаковые Д3, вот она первая, а это их Дашамши, и вот представьте себе, одна Дашамша на двоих, да, показывает разные профессии, почему, об этом чуть позже, давайте сначала рассмотрим саму Дашамшу, и так, мы видим солнце, вот, напомню, что солнце планета политика, да, мы видим в 10 доме Юпитер и Сатурн, которые формируют теть Раджа и Ого, да, мы видим очень сильную Венеру, в сельце, то есть, артистическую Венеру, да, и это Дашамша, в принципе, показывает, что они могут избрать оба, да, как профессию, связанную с искусством, да, так и, скажем, профессию, связанную даже с политикой, что и произошло, и для старшей сестры, мы опять-таки видим здесь очень сильный одиннадцатый дом, дом доходов, да, и очень сильный, скажем, дом старшей сестры, а третий дом, он тоже сильный, но не настолько, да, мы видим, что его хозяин Марс находится в четвертом доме, да, таким образом, вот это Дашамша, которая показывает, скажем, их, да, направление деятельности, единственное, что отличается у них, вот эта разница в три минуты, да, отличается Чатурхан, Хамшу, и это очень интересно, потому что Чатурханша, это таблица, это варга, которая показывает нам, как вы знаете, да, место жительства, да, маму, да, но, ведь не случайно она называется таблицей судьбы, она показывает отличия в судьбе, в ледницу, и здесь у них, из всех варг, разные только Чатурханши, и вот эта разница Чатурханш, да, тоже подтвердила, скажем, различия их в судьбе. Давайте посмотрим. Итак, вот это первое, да, это Чатурханша, самой, Скарли, здесь мы видим, посмотрите, хозяин десятого дома, солнце, соединено с луной, опять варг, Варг, да, варг, 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 да, и солнце, и луна, варг, это Варг, да, для хозяина Десятого и Девятого Домо, да, поэтому, конечно, успех, конечно, слава, конечно, известность, посмотрите, какой сильный здесь и 12 дом, мировая известность, да, И все мы здесь это видим. Сказали, что она в высоком рейтинге по зарабатыванию денег. Хозяин 11-го дома, дома доходов здесь в 10-м доме. Тоже показывает нам этот момент. И очень сильный второй дом. Очень сильный второй дом, который также показывает нам ее заработок. Давайте теперь посмотрим на Чатурхамшу Хантера. Итак, что мы здесь видим в Чатурхамше? Мы здесь в 10-м доме у Хантера, мы видим Солнце, планету политика, таблицу судьбы. Если мы у Карла Чатурхамшу в 10-м доме видим Меркурий, планету актеров, именно Меркурий наделяет даром подражательства, то у Хантера мы видим Солнце в 10-м доме, планету политика. И Луну, которая связана с народом, да, посмотрите, он, и Кету, он ведет, то есть он не на, скажем, на виду политики, да, но тем не менее он вхож в очень высокие, скажем, да, политические круги Америки. И здесь мы видим и Солнце, и Луну, и Кету в 10-м доме. И вот это различие в Чатурхамше, кстати, очень интересно, да, здесь посмотреть, ну, таблицу судьбы, сами понимаете, можно в таблице судьбы увидеть судьбу сестры? Можно, да, посмотрите. Старшая сестра, 3-й, 11-й дом, Юпитер в соединении с Венером. Сестра-актриса, да, успешный, 11-й дом, силен, да, здесь мы видим соединение хозяина 11-го дома с Венерой, которая йога-карака для подходящих водолеев, да, то есть планета силы, с его гороскопа, да, вот мы видим старшую сестру-актрису, очень успешную. В Чатурхамше Карлик, 3-й дом тоже сильный, он инспектирован Сатурном, да, собственным хозяином. И, как сказала Лариса, Сатурн тоже планета политиков, конечно, особенно демократов, да, недаром он выбрал именно партию демократов, да, если я не ошибаюсь, ну, конечно, Абамо. Абамо только и все, и все, и все, и все, и все. Ну, вот, поэтому вот как интересно, как нам варги раскрывают, да, и, казалось бы, в Чатурхамше мы тоже видим судьбу старшего и младшего брата, да. Есть вопросы по этой карте? Есть по общей вопросу. Вы выберете ли это достоверные данные? Астраком. Сайт Астраком. Это наше все. Это крупнейший американский сайт, где публикуются гороскопы. И, мало того, там есть индексы времени рождения. И индекс А соответствует времени рождения по сертификату. И вот это все перед вами, гороскопы, вообще все исследование было сделано, вот все, все 15 пар, да, вот здесь, все были исследованы, если это известные люди, то индекс А. или точное время, которое сообщают сами люди, как, ну, у нас в исследовании не только знаменитые люди, у нас там есть и простые люди. Вот, поэтому здесь время рождения точное. Все вы знаете короля рок-н-ролла? Элвиса Пресли. Ну, мало кто знает, что у Элвиса Пресли был брат-близнец. Слышали об этом? Его звали Джесс Гаррин Пресли. Джесс Гаррин Пресли родился, сейчас секунду, раньше этот старший брат Элвиса, но он умер при рождении. И мало того, он умер, запутавшись в пуховине младшего брата. Элвис родился на 35 минут позже, и мать Элвиса, он остался жив из двух братьев, дала ему имя Элвис, что означает старо-шотландского, а у него есть старо-шотландский, ой, у него есть шотландские корни, означает жизнь. Да? Жизнь это именно означает. Однако, вот здесь мы видим вот эту, скажем, мистическую связь между братьями. Элвис никогда не знал своего брата. Да? Но он всю жизнь страдал комплексом венитризма. И вы знаете, от чего умер король рок-н-ролл? Знаете? От чего? Да? Передозировка и все прочее. Элвис страдал депрессиями, да? И всякими способами пытался от этого избавиться. Алкоголь, наркотики, там, антидепрессанты, а то и все вместе. В одном флаконе, да? От чего он страдал депрессиями? Психологи говорят именно о том чувстве вины, которое он испытывал перед своим братом. Не зная своего брата, он навещал его могилу регулярно. И страдал там. И ему единственное, он поверял все свои тайны. У него на могиле, да? То есть вот эта связь сохранилась на всю жизнь, хотя он никогда не знал и не видел его. Он умер либо сразу после рождения Элвиса, либо еще до, да? Потому что разница у них 35 минут, да? Вот такая интересная, ничем не объяснить психологи не могут это, скажем, они называют это вот, да, как, скажем, синдром близнецов, там, или что-то еще такое. Но объяснить они это не могут. Отчего? Однако мы с вами это видим в гороскопе. Итак, давайте посмотрим на гороскоп Элвисопроекции. Лагно-скорпион, Солнце с Меркурием, Стрельце, Венера, в третьем доме, в среднем ни с Раху, в Казирозе, Сатурн с Луной, в Водолее, в Кету в девятом доме, Марс в Авино-святом доме, и Юпитер в двенадцатом доме. Вот это Раши, короля рок-н-ролла. Как я уже сказала, Элвис родился на 35 минут позже. То есть, 8 января 1935 года в 4 утра родился его брат, Джесс Гаром, и Элвис родился в 4.35. Рассмотрим саму Дреккану, которая у них одинаковая. Но прежде чем перейти к ней, мы с вами уже видим поражение одиннадцатого дома. Там находится Марс. Мы с вами уже видим отец Раху на одиннадцатый дом. И мы видим Меркурий, который находится в сожжении Солнца. Ну, недалеко от Солнца. Рассмотрим Дреккану. Она более краснолечива. Дреккану у них одинаково. И на 4 часа, и на 4.35 одна Дреккану. И что вы здесь видите, друзья мои? А? И Венера. Абсолютно верно. Вы видите пораженный одиннадцатый дом. Дом старшего брата. Посмотрите, пожалуйста, на этот Раху, который находится в одиннадцатом доме. У близнецов всегда будет связь Раху Флаг на Лакнейше или третьем одиннадцатом доме. Или брат Реккара и Марс. Вот это их отличительные, скажем, черты. И здесь вы видите Раху в одиннадцатом доме, доме старшего брата, да? Здесь экзальтированный Марс, да? И Венера хозяйка восьмого дома и третьего дома. А Марс хозяин Марати второго дома, да? При этом хозяин одиннадцатого дома Сатурн находится где? В двенадцатом доме потерь. Даша, которая была на момент рождения, Раху, Юпитер. Раху, Юпитер. Раху в Раше в третьем доме, Юпитер в двенадцатом доме. И если мы рассмотрим Дрекану, то Юпитер оказывается Флагнейшей и Раху в одиннадцатом доме. То есть вот эти все моменты, которые есть в этой карте, показывают на, скажем, смерть брата при рождении. В этом журнале приведен еще один гороскоп из моей частной практики, да? Гороскоп близнецов, один из которых умер при рождении, да? Но время его рождения мне брат сказал, да? Что вот я родился там. А мой брат, который умер при рождении, и вы увидите, вот этот момент повторяется и в той карте, да? Хорошо. Ну и единственное, то есть вот что различно у этих людей, вы знаете, что наряду с Рашей мы всегда аналитируем Навамшу, да? И она у них разная. Это Навамша умершего брата, а это Навамша самого короля рок-н-ролла, да? И вы видите, насколько, скажем, эти Навамши различны. Что мне интересно здесь отметить, что, скажем, когда мы анализируем с вами Раши, и мы посмотрели одиннадцатый дом, который мы видим поражен Марсом, а его хозяин в доме Марыси сажен Солнцем, да? При этом третий дом у нас более благополучный, его хозяин в четвертом доме в соединении с Луной, хозяйкой девятого дома, дома удачи, да? Третий брат остался, ну, как бы, живой, все в порядке и к тому же очень успешный, да? И поэтому Раши, конечно, будет говорить о, скажем, уже вот этом событии. И в Дрикане, в этой карте меня, скажем так, очень впечатлило соединение брат Рикараси Марса с Раху в одиннадцатом доме, да? И хозяин этого одиннадцатого дома в двенадцатом доме потеря, да? При этом, посмотрите, брат Рикараси Марс соединен с Венерой, хозяйкой восьмого дома, да? Асфиксия, удушение, да? И Раху. Как мы с вами еще можем посмотреть эту карту? Хозяин одиннадцатого дома, который у нас поражен, да, Меркурий, здесь расположен в шестом доме, в мини-хозяина шестого и очень сильно поражен всеми возможными способами и Солнцем, и Сатурном, и Марсом, да? То есть вот такая картина, скажем, в этом гороскопе. Хорошо, посмотрим карту уже людей неизвестных. Здесь это две сестры, которые родились 15 июля 1967 года, в 15.45 старшая и в 16.00 младшая в городе Ливенске. Чем интересна мне эта карта? Тем, что здесь разные лакны. Бывает так, да, что у бледнецов могут быть разные лакны и, соответственно, разные гороскопы, да, тут уже как бы все понятно, да, и в данном случае, вот, кстати, здесь у нас есть гороскопы двойняшек, которые по внешности разные. в данном случае, вы видите, девушки очень похожи, да, но лакны у них разные, и это проявилось в их характерах, у них разные характеры. И одна из них, моя студентка, ну, не студентка, она изучает астрологию, да, в Сталине, и она, посмотрев, то есть, когда мы с ней разговаривали на этот гороскоп, она говорит, да, да, моя сестра точно вот по лакне торпион. Поэтому и вы видите разные лакны, но, кроме того, у них все разное, разные судьбы, разное образование, да, одна учительница, другая, там, получила техническое образование, у них разные судьбы вообще по-разному сложились, да, и в частности по-разному их сложилась личная жизнь. У одной сестры умер муж, а у старшей сестры умер муж, а младшая в благополучном браке, и вот недавно они отметили серебряную свадьбу, да, давайте посмотрим. Вы видите, что у старшей сестры поражен седьмой дом, да, здесь Марк, Кету, Луна, все они инспектируют седьмой дом, где находится и Раку, да, а у младшей сестры седьмой дом благополучный, вы видите, да, он не имеет поражений, Венера хорошо расположена в десятом доме, да, также и на Валши показывают вот это различие в личной жизни, вот это Навамша, старшей сестры, вы видите, что в седьмом доме находится Юпитер и Сатурн, при этом Сатурн хозяин восьмого дома, да, который тоже говорит о, скажем, ее потере, потере мужа, а в данном случае мы видим в принципе достаточно такую, не говоря еще о каких-то роковых событиях, да, на Валши. Ну и что? Ну и что? Ну, восьмой дом, это как раз дом, который, как вам известный, ну, это потеря, это утрата шестой дом, дом разногласий, но разногласия можно пережить, да, болезнь, и он умер внезапно, да, и вот как бы неожиданно вот такого вот в результате болезни, вот, хозяин восьмого, в седьмом, при пораженном, Леночка, да, по-моему, сказала, да, Лен, посмотрите, здесь ведь еще что важно, Лен, что уже у них разные раши, и у одной седьмой дом поражен, а у другой благополучный, знаете, поэтому такой навамшей, да, как говорится, ну, пережили они неприятности какие-то, браки бывают, разногласия, и так далее, но этот гороскоп говорит о, скажем, стабильности, да, браки более благополучном, а здесь смерть мужа, и навамшая это подтверждает, понимаете, обратите внимание, что хозяин Лагны на ламше в ретроградной Меркурии, да, и Лагнеша поражена Марсом, хозяином шестого дома, да, поэтому здесь очень много таких показателей на, вот, скажем, безвременный уход или преждевременный уход мужа, да, а давайте когда все это занимают астрологию. Отлично, молодцы, угадывай. Ну, то есть, пока, я уже пока свита, да? Конечно, конечно, так, угадывайте, кто из них занимается астрологией? Ну, кто и занимается астрологией? Выроженный в 12-м домом и в Альфурии астрологии, а, Анечка, знаешь, это что? А, это наши проекции. Поняла, о чем я? Что мы часто воспринимаем через призму себя, да? А давайте посмотрим, ну, скажем, на этот городок. Ну, да, я сказала, что старшая, да? Но занимается астрологией именно старшая, да, именно старшая занимается. Астрологией у них у обеих Меркурий, Лесница, как вы видите, да, но у старшей при этом он в 9-м доме, доме духовного знания, а Юпитер почему со мной это произошло и так далее, и так далее, да? И здесь вы видите, эта карта более такая, скажем, красноречивая в данном вопросе. Хорошо, замечательно, молодцы. Анечка, почему сказала про проекцию? Поняла? Потому что у самой 12-й дом, да? Хорошо. Итак, перед вами последняя карта моего сообщения. У нас будет еще одна карта, очень интересная пара, которую мы рассмотрим, да, и об этом чуть позже. А перед вами гороскопы братьев. Два брата родились 1 апреля 1955 года, один в 12-45, другой в 13-00, в городе Нижний Лох. У этих братьев вы видите, опять-таки, вот я здесь не поместила изобрекану, но в журнале вы сможете это увидеть. Вы, ну вот, их карта, да, их раши. Но этот пример я вам хотела показать для того, чтобы увидеть насколько интересно иногда, да, насколько красноречиво варги показывают эти отличия. Предлагаю угадать. Профессия братьев. Один художник, другой адвокат. Кто, вы знаете, что у нас первая, да, вот это вот дошамши их, да, первая дошамша старшего, вторая младшего. кто художник, кто адвокат, старше или младшего. Адвокат и младшего. Да, и с вами есть. Конечно, посмотрите, как ярко, да, показывает дошамши. Два брата. Один известный российский адвокат, очень известный адвокат, который специализируется на вопросах свободы совести, да, сам он тоже каких-то вот свободы веры, исповедания и так далее, да, сам он человек верующий, да, вот. И а второй, а брат его, старший его брат, художник. Посмотрите, при одинаковом расше у них разные дошамши. У художника Венера в стильце в первом доме в дошамши, в ламме дошамши. Представляете? Да? Очень такой самобытный художник, да, талантливый художник, да. Что? Жанские потреды пишут. Вот как пишет, пишет. Венера соединена с хозяином Венера соединена с хозяином третьего дома. Третий дом, дом художников, да, Венера планеты искусств, да, вот, и в ламме вот такое прекрасное соединение, да. В дошамши адвоката мы видим в десятом доме хамса йогу, Юпитер в рыбах, да, сильнейшее у одного малавья йога, у другого хамса йога, да, вот, и вот они по этим йогам выбрали себе профессию, хотя раша у них абсолютно одинаковая, да, посмотрите, как интересно, насколько красноречиво гороскоп, да, и здесь интересно то, что хозяин и третьего дома, и одиннадцатого дома соединены вместе, вы видите, да, и находятся под аспектом Кету, а также Юпитера, да, вот один адвокат, другой художник, вот такие вот интересные, скажем, моменты, даже параши, мы видим, да, к чему будут они иметь склонность, да, одиннадцатый он очень красноречиво, да, он защищает, посмотрите, у них какой сильный марш до шаши, посмотрите, у обоих, да, но при этом, у адвоката, вот посмотрите, до шаши адвоката, да, хозяин, что делает адвокат? Говорит в суде, в доме судов, у нас находится лагнеша меркурий, да, шестой дом, дом судов, а хозяин шестого дома экзальтирован в восьмом, он выигрывает все процессы, которые видят, да, и вы видите, какая здесь красноречивая до шаши, у этого адвоката, да, посмотрите, скажем, какой здесь сильный одиннадцатый дом, да, хозяин одиннадцатого дома тоже экзальтированный, да, он награжден там разными знаками, там, почета, отличия, грамотами, орденами, и так далее, и так далее, да, вот такая интересная до шаши, все это обещает их Раши, посмотрите, они оба, да, чувствительные, там, только у одного это проявилось, скажем, как сочувствие людям и помощь, да, людям, а у него действительно, он такой, знаете, адвокат-идеалист, да, и в лучшем смысле этого слова, а у другого это проявилось как чувство прекрасного, красоты и так далее, да, вот такие интересные здесь моменты мы видим в этих картах. Хорошо, друзья, а сейчас я передаю слово, наверное, для вас это будет сюрприз, но сейчас я передаю слово выпускнице нашей физической школы Юлии Тополя, которая расскажет вам еще об одной добрый вечер всем, очень рада вас слушать, я сейчас забрежу презентацию, что-то не получается не получается Юлии Тополя, что нужно сделать, потому что ваша презентация не уходит я вам передам слово вы пока выйдете или вернее я выйду, а вы берете презентацию с вами то, что-то не получается с вами Продолжение следует... Продолжение следует... Управлять презентацией, потому что я не могу теперь управлять. Женя, если меня слышите, тогда будете переключать слайды. Попробуйте угадать, и потом Женя вам в конце может подтвердить, где Костя, где он. Ну, фотография. Можно следующий слайд? Арт основной. Я почему-то не управляю. Продолжение следует... Следующий слайд. Ну, я пока расскажу, что Женя и Костя родились 3 июля 1976 года в городе Киев. Между ними тоже разница, небольшая разница. Старший Костя родился в 6 часов утра в 30 минут, а младший Женя в 6 часов 45 минут. Женя, я не вижу еще карты, не могу пока комментировать. Я не вижу просто, как работает, потому что у меня не загружается ничего. Нет вообще никакого управления презентацией. Вот, сейчас я просто... Вы переключили? Ну, Женя, я не могу управлять, потому что, честно, у меня нет ничего. Презентация есть, но у меня ничего не могу сделать. Да, да, мне нужно все повторить. Звука не было, да? Хорошо, спасибо. Я прошу прощения за технические невязки. Я тоже еще не хочу, да. Ничего пока в этом не очень... Не очень следующее в этом. Значит, это были две фотографии, двух близнецов. Я повторюсь, потому что не было звука, как раз там. Да, вот они. Костя и Женя. Женю вы все хорошо знаете. Оба они родились в городе Киев. Вы по фотографии потом попробуйте угадать, кто из них... Потому что у меня не получилось. Кто из них с Женей, как раз таки. Тот, кого мы хорошо все знаем. Наш волшебник. Оба они родились 3 июля 1976 года в городе Киев. Между ними 15 минут разницы. Старший Костя родился в 6 часов 30 минут. Младший Женя в 6 часов 45 минут. Перед вами первая карта. И вторая карта. Вы видите, что они полностью совпадают. У них одинаковые карты Раши. Восходит в картах знак Рака. Достаточно эмоциональный знак. Но вы видите, что в самой Лакме расположен такой достаточно серьезный хозяин 7 и 8 дом Сатурн. Поэтому при разговоре с Женей сказал, что он больше экстраверт, а его брат интроверт. Сатурн все-таки привносит некоторые свои аспекты на личность. То есть мы можем сказать, что как хозяин 8 дома, Сатурн говорит скорее больше о закрытых. Но сейчас бы мне хотелось больше сказать и посмотреть какие аспекты Раку, как мы уже говорили, на хозяина 3, 11 или на там же эти дома. Вот в основной карте мы видим, что Раку, располагаясь в 4 доме знака весов, аспектирует своим 9 аспектом и хозяина 3 дома Меркурий, и хозяина 11 дома Венера. При этом, опять же, интересный случай, который был перед этим у двух братьев, что оба хозяина 3 и 11 домов расположены вместе. К тому же они еще и в соединении с Солнцем, хозяина 2 дома. Можно предположить, что оба брата занимаются либо деятельностью или очень привязаны к отцу, потому что Солнце является Петрикаракой, показателем, естественным показателем отца. И плюс Солнце является также хозяином 2 дома, дома семьи. Поэтому расположение и аспекты Раку здесь присутствуют, мы это ярко видим. Разница небольшая, 15 минут, поэтому градус Лагны, я вот скажу, что у старшего брата это 5 градусов, у младшего 8 градусов. И различие только в том, что они попадают в одну и ту же Накшатру, Накшатру Пушья, очень хорошая питательная Накшатра, одна из самых благостных Накшатр. Но у Кости это первая пада, а у Жени вторая пада. И отличие только в том, что первая пада принадлежит Льву. И вот Женя мне говорил, что Костя он более закрытый, да, то есть эта пада ей управляет Солнце, а для Солнца, да, и тут еще и находится и Сатурн, да, то есть немножко как бы возможно это вот привносит такие вот качества закрытости. У Кости, да, у Кости. У Жени Накшатра Пушья находится во второй паде, это паде Меркурия. Вот если мы посмотрим, то Меркурий очень выделен в этой карте, да, он находится в знаке Близнецов, Кшетра, сильный достаточно знак. Можно следующий слайд, пожалуйста. Брикану Близнецов ничем не отличается, она одинаковая. И в Брикане, вот первая карта, это та же карта Раши, а вот карта более вытянутая, да, это карта Д3. В Брикане мы тоже видим, ладно, Варготама, опять же, карта говорит о значимости, да, это значимая карта, поэтому вот двое братья, двое Близнецов. И тоже восходит Рак, и в нем же располагается Сатурн. Но нас сейчас больше в этой карте интересуется не только Ладно, но и хозяин третьего и одиннадцатого домов. Они, как вы понимаете, те же. И мы видим опять влияние Раху на хозяина одиннадцатого Венера, потому как они расположены в соединении вместе в восьмом доме. И на хозяина третьего дома Раху аспектирует Меркурий. Меркурий, опять же, с Вакшетра в своем собственном знаке Близнецов и располагается в двенадцатом доме. Таким образом, ситуация повторяется, плюс к тому же, Марс, как брат Рикарака, располагается также на оси Раху-Кету. То есть и Раху здесь проявился в полной мере аспектирует хозяина третьего и одиннадцатого, и Марс расположен тоже на оси Раху-Кету. Следующий слайд, пожалуйста. Я, в общем-то, в разговоре с Женей пришла к выводу, что больше всего, да, они, наверное, они очень похожи, потому что занимаются, я имею в виду, братьев. Они занимаются компьютерами, но различие состоит в том, что старший брат Костя, он больше связан с творческой профессией, с творческой стороной этой профессии. Ему больше нравится графический дизайн, разработка сайта, по крайней мере, это уже было в его карьере. Хочу немножко опуститься в детство. Они оба достаточно творческие личности, и мы сейчас увидим, потому что, хотя Дашамши у них разные, но влияние артистических планет, благотворных планет очень ярко. И в карте Дашамши и старшего брата, и младшего. Вот карта Дашамши, которая иллюстрирует профессию, карьеру, деятельность Кости, старшего брата. Здесь восходит Овен, его управитель Марс. Марс, мы знаем, что больше, вернее, не больше, а показатель более технической стороны профессии. Он расположен в шестом доме на Сирахуке, потому что уже говорит скорее о выборе технической профессии. К тому же Марс является еще и хозяином десятого дома в натальной карте братьев. Поэтому вот не случайно, что изначально они выбирали профессию, тоже связанную с инструментами, без инструментащика, по-моему, так же правильно называется. Ваша профессия. И они учились в техническом училище, но потом карьера все-таки немного изменилась, и они занимаются оба компьютерами. Влияние Кету на Марс. Затем мы также видим сильный десятый дом, потому что в нем расположены Венера и Юпитер. И оба эти планеты благотворные находятся в взаимном аспекте с Меркурием. Хозяин десятого дома, Сатурн, обратите внимание, он будет у обоих братьев, естественно, в одном знаке, в знаке близнецов. Но вот у старшего брата Кости, хозяин десятого дома, расположен в третьем доме. Третий дом, дом коммуникации, дом общения, связи. Вот здесь явно выражена тоже техническая сторона, о чем занимаются братья. Сатурн, хозяин десятого дома. И в десятом, да, на оси 4.10, да, я сказала, что уже вот такое соцветие благотворных планет, которые скорее вот привносят такой вот некитворческий аспект в профессию Кости. Можем посмотреть сейчас карту Дашамши, следующий слайд, пожалуйста, Жене. Да, вот здесь уже восходит телец. Телец, вы знаете, это знак упорных людей, трудолюбивых. И к тому же в Лаогне еще располагается и Луна. Луна хозяйка третьего дома. Видите, опять связь. Дома связи, коммуникации, общения. К тому же в третьем доме расположен Меркурий. Меркурий тоже отвечает за связь и коммуникацию. Хозяин десятого дома Сатурн, опять же, та же техническая планета, и тоже находятся в знаке Близнецов. Да, сам третий знак Близнецов, сам знак Близнецов говорит о третьем доме естественного гороскопа. И вот влияние, я думаю, что Женя все равно творчески подходит к своей работе, влияние Вепитера и Венеры все равно оказывает свое действие на третий дом. Да, то есть вот, скорее всего, то, что в своей деятельности Женя подходит очень творчески. Я знаю из разговора с ним, что он в детстве и его брат, они занимались творческим занятием. Оба они пытались научиться играть на музыкальных инструментах. Я думаю, они были успешны, просто вот влияние технических планет, скорее всего, в их деятельности перевесило. И если вот вы вспомните, что в карте натальной их хозяин десятого дома Марс, он расположен во втором доме вместе с Луной. И такое вот сочетание очень интересное, потому что они вместе там образуют раджа-йогу. Если можно, на второй слайд, пожалуйста. После фотографии сразу вернемся немножечко обратно. Вот, обратите внимание, хозяин десятого дома Марс, он является йога-каркой, потому что владеет пятым и десятым домом. И в соединении с Луной, хозяйка первого дома, то есть во втором доме, вот такое соединение шикарное, замечательное, несколько раджа-йога образуется, и плюс мы знаем, что такая вот йога, как Чандра-мангала-йога, она обычно приносит богатство человеку, да, возможно, неплохой доход, еще и находится во втором доме, в доме дохода. То есть можно предположить, что оба брата, да, они будут обеспечивать себя как минимум. Возможно, если мы там рассмотрим дальше хозяина второго и одиннадцатого, да, двух денежных домов, они расположены в двенадцатом, возможно, братья не являются миллионерами, да, но вот такие позиции в карте не присутствуют, что говорит о том, что о способности, да, их зарабатывать деньги. Что еще интересное и примечательно в этой карте, то, что хозяин третьего и одиннадцатого расположены вместе, да, вместе с солнцем. И вот сейчас скоро, в апреле месяце, так как разница небольшая по градусам лавни, да, у одного брата чуть раньше, у другого чуть-чуть несколько дней позже, в апреле месяце семнадцатого года, у обоих братьев началась Даша Юпитера. Перед этим была Даша Рахун, восемнадцать лет. Ну вот уже интересно разобрать немножечко Дашу Юпитера, что она может принести братьям. Мы видим, что Юпитер расположен в десятом доме, в самой сильной кембре и в знаке Овна, да, знак Овен, это знак достаточно упорных людей, таких, которые привыкли все добиваться своими силами. К тому же в десятом доме, да, Юпитер, это очень хорошее расположение, говорит о процветании. Будучи хозяином девятого дома, располагаясь в десятом, я думаю, что, скорее всего, в этот период, он долгий, будет длиться шестнадцать лет, у ребят, возможно, будут дополнительные заработки, да, то есть процветание в карьере. То, что расположено на Сираху Кету, ну, это мы можем посмотреть силу Кету, да, так как мы расположены в соединении с Юпитером, говорит, Кету мы можем рассмотреть по диспозитору. Диспозитор Кету это Марс, а Марс здесь йога Карака, да, и во втором доме, то есть, опять же, можно сказать, что это достаточно хорошее сочетание, к тому же теневые планеты, когда они находятся в соединении с благоприятными планетами, а Юпитер здесь очень благоприятная планета, он еще и хозяин девятого дома, это, скорее всего, будет говорить о успешном продолжении карьеры. Я вам уже показала, да, что карты, хотя вот здесь очень тесная связь у братьев, да, в самой карте Раши, но карты Д-10, карты Д-Шамши, они разные, и, скорее говоря, да, вот, спасибо, да, это карта вот Женя, да, скорее говорят о, ну, мы тоже здесь видим, что здесь Юпитер, да, он на девятом доме, в отличной треплоне, и, опять же, здесь влияние благоприятных планет, Венеры и Меркурия. Венера, хозяйка здесь, Лагну, то есть, отличное сочетание, с Лагнешей, очень сильный девятый дом, и еще под аспектом еще одной благоприятной планеты Меркурий, а Меркурий здесь хозяин второго дома, да, то есть, вот, хозяин второго и первого, находятся во взаимном аспекте, и Юпитер, хозяин здесь одиннадцатого дома, тоже денежного дома, поэтому, возможно, под периоды этих планет, под периоды Меркурия и Венеры, будет наблюдаться, так скажем, материальный доставок, да, дополнительный, думаю, что и сейчас все в порядке с этим убрать, но ожидают, можно, дополнительный заработок. Следующий слайд, я здесь бы ничего не писала, потому что оба брата неженаты, и, возможно, да, мы можем сделать такой небольшой прогноз по карте Навамши. Вот, обратите внимание, если сейчас мы говорим о том, что Махадаша Юпитера, да, Юпитер очень сильный, да, вот в карте Навамши он находится в своем собственном знаке, знаке Стрельца, да еще и к тому же соединение с Луной, да, и образуя в Навамше Гаджа Кешири-йогу, ну, или можно сказать Кешири-йогу, да, потому что от главы нет такого соединения, то есть, очень сильный Юпитер, Юпитер, карака, учители, процветания, духовности. В основном карте Юпитер также является хозяином девятого дома. Здесь, в карте Навамша Юпитер расположен, в частности, у Кости, в пятом доме, в доме хорошей, благоприятной, в доме провокумной, да, хорошей кармы, да, и еще и в соединении с Луной. У нас здесь хозяйка двенадцатого дома, но, если говорить о духовности, о духовном пути, то, возможно, это даже и хорошее сочетание. В любом случае, у нас с Юпитером хорошее сочетание. Что еще можно сказать, что Лагнеш в Солнце, в карте Навамша, расположен в восьмом доме, на Сираху-Кету. И мы видим, что поражение, то есть, ну, можно говорить не поражение, а просто то, что отсрочка брака есть, она присутствует, показатели этому есть и в карте Раши, потому что Сатурн, будучи хозяином седьмого дома, находится в Лагне. И хоть и в очень благостной Накшатре, Накшатре Кушья, но для брака мы знаем, что это Накшатр, который тоже может приводить именно к тому, что брак может задержаться, не быстрый брак, может быть, не ранее. Здесь Юпитер также является хозяином еще и восьмого дома, и вот с седьмым домом никак не связан, да, Юпитер? То есть мы можем только увидеть связь с двенадцатым, потому что для брака важен не только седьмой дом, но и второй, прежде всего, и еще и четвертый, и восьмой, и двенадцатый. Здесь как бы у брака в Дашу Юпитера, да, говорит связь его с Луной и, возможно, то, что Солнце, хозяин Лагнеши в этой карте, находится в восьмом доме. А вот если мы перейдем к Наваншим Жене, мы увидим несколько другую картину. Здесь Сатурн располагается в Лагне, занимает такое же место, как и в карте Раши. Но хозяин седьмого дома как раз-таки является Юпитер, хозяином седьмого дома. Располагается в четвертом доме, да, тоже дом, который отвечает за брак частично. И очень сильный хозяин седьмого дома здесь, поэтому вся Даша Юпитера, она, может, обещает брак. В основной карте, возможно, это обещание тоже не такое явное, потому что там Юпитер располагается в десятом доме, но он аспектирует хозяина, он аспектирует второй дом из десятого, и второй дом тоже является домом брака, и во втором доме находится Луна, Лагнеш, основной карты, натальной карты. В этой же карте, на Вамше, Жене, мы видим, что хозяин девятого дома, Юпитер, расположен с Луной, которая здесь уже является хозяйкой одиннадцатого дома, дома процветания, дома наград. И, возможно, что эта карта тоже говорит в пользу того, что в этот период у Жени будет тоже более процветающий период. Остальные моменты, может быть, не стоит мне сейчас все обсуждать здесь, и можно что-то вынести на ваш вердикт, ваш вердикт, может быть, какой-то вы еще вместе, зная, возможно, Женю достаточно ближе, чем я. Поэтому я так бегло пробежалась по карте на Вамше, и остановилась только больше на Жениной карте. Хочу сказать, что карта Дриконы у них одинаковая, а вот карта Судьбы тоже разная. Я здесь это не представляла, потому что формат не позволяет так детально рассматривать все карты. Но мы видим, что карта Навамши, карта Дашамши и карта Д4 тоже разная. Я сейчас передаю слово Инду Балин. Огромное всем спасибо. И жду встречи с вами с вами. До свидания. Спасибо, Юля. Спасибо, друзья, за ваше внимание. И, пожалуйста, какие у вас есть вопросы по теме нашего сегодняшнего урока, возможно, это даже не урок, а презентация, простите, я оговорилась. И хочу сказать, что вот этот альманах, он есть в печатном виде, есть и в электронном виде. Вы можете заказать на сайте www.ru по адресу, сейчас я его вам запишу. Здесь, в Киеве, конечно, вы можете приобрести сегодня. Это на ресепшн, да. А сейчас я напишу адрес для, скажем, заказа на сайте. Если вы покупаете электронный вид, то вам его тут же высылают, или печатный материал его вам высылают с почтой. Хорошо. Какие у вас вопросы, друзья? Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что вам было интересно. А есть ли три сестры в городском? Можно посмотреть старшую младшую, а среднюю как посмотреть? Ага, тройняшки. А, это интересный вопрос. Вопрос, конечно, интересный. Ну, давайте думать, что можно сказать. Средний, когда ты садишься как отсчет, и от зрения смотреть старшую, среднюю как и младшую. Я думаю, что... Вот, Даша, если ваш вопрос касается тройняшек, тройняшек, это, конечно, редкий случай, да, но есть и тройняшки, да, есть и четырех... Да, да, да. Да. Вот эта тема, на мой взгляд, нуждается в исследовании, да? Очень хорошо. Давайте попробуем это исследовать. Даша, пожалуйста, присоединяйтесь к этому исследованию, если у вас есть примеры героскопов, где есть тройня, там, четверня, как вы их смотрите, да? Но, что всем человек, два тройня, семь блестницов, удивительно. Нам должно быть трампу в квадрате. Кубик. Вот. Поэтому, пожалуйста, так, а если вы имеете в виду Даша, нет тройняшки, а просто разные годы, то это, пожалуйста, Даша, вы учитесь у нас? Если вы учитесь, то на втором курсе мы проходим, когда дрекаму, мы говорим, как смотреть всех сестер, друг за другом, всех братьев, там, и все прочее, да? А сейчас же наша тема была посвящена именно близнецам, всех, которые родились в одно время и в одно утро. Хорошо. Спасибо вам большое, друзья. Всего вам доброго. Хорошего вам вечера. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok